Здравствуйте! На телеканале Культура События. Программа о людях, явлениях и событиях культуры Тюменской области. Сегодня специальный выпуск. Он посвящен фестивалю «Лето в Тобольском Кремле» и главному герою действа Дмитрию Хворостовскому. Сегодня вы увидите. Сколько времени понадобилось для организации гастролей всемирно известного баритона в Тобольске? На какой машине обладатель лучшего в мире голоса передвигался во время фестивальных гастролей? Чего больше всего опасались продюсеры на концерте Народного артиста России? И, наконец, почему Дмитрий Хворостовский не вышел к тюменским журналистам? Это программа события «Лето в Тобольском Кремле». Тюменский филармонический проект, успешно стартовав в Тобольске в 2006-м, за минувший год обрел название и повысил статус. Отныне музыкальное собрание называется «Фестиваль. Лето в Тобольском Кремле» и обещает стать традиционным. Первый фестиваль подарил сибирякам знакомство с новой оперой и постановку Бориса Годунова под открытым небом в исторических декорациях Тобольского Кремля. Что будет через год, тогда не сообщалось, но организаторы, тюменская филармония, твердо обещали продолжение. И вот второй фестиваль. Лето в Тобольском Кремле. Появившиеся афиши удивляли звездностью гостя Дмитрий Хворостовский. Масштаб казался нереальным. Всемирно известный музыкант, чьи гастроли расписаны на годы вперед и в основном за рубежом, в лучших музыкальных залах мира. Билеты раскупали, но публика волновалась. А вдруг? Переживания усилились, когда выяснилось, что на объявленной в Тюмени пресс-конференции Хворостовский не появился. Продюсер объяснил отсутствие артиста его плохим самочувствием. Резко повысилась температура. На вопросы представителей прессы отвечал и дирижер Государственного академического камерного оркестра России Константин Арбелян. Вот те любители музыки, которые приходят в энной стране и в другое, они просто отличаются тем, что в Японии они приходят все с нотами. Они слушают, как будто ты приходишь на экзамен. Это очень интересный такой факт. А в других странах приходят просто любители, и меломаны, и профессионалы, те, которые хотят получить удовольствие от данной программы или от данного мероприятия. А вот продюсер Владимир Зубицкий поделился своими опасениями. Самое главное для нас, чтобы было тепло на сцене, когда холодно, мы ставим пушки тепловые. То есть есть вот такие все, это технические. Для артиста самое главное, чтобы комарик в рот не залетел. Вы зря смеетесь, на самом деле мы, например, в городе Самаре мы на сцене ставили, знаете, такие штуки продают от комаров, такие вот, как фонари такие, да? Потому что, представьте себе, артист-поэта комарик залетел. Это очень просто может быть. И все, и на этом концерт закончен. А в Тобольске тем временем заканчивались последние приготовления. Ребята из отрядов мэра протирали каждый из 2800 стульев, привезенных на Софийское подворье из городских школ. Буквально выбирали из травы мельчайшие соринки. Звукорежиссеры отстраивали звук. Передвижная телевизионная станция готовилась к прямой трансляции. В Тобольск пребывали первые иногородние зрители. За два часа до начала концерта Софийский двор был закрыт для репетиции. И, о чудо, господин Хворостовский, победив коварный недуг, приступил к репетиции. Все присутствующие были ослеплены его лучезарной улыбкой и почти поверили в чудо. Собственно, оно и случилось. Обыкновенное чудо под названием «Лето в Тобольском Кремле». Дмитрий Хворостовский в Тобольске на Софийском подворье. Дмитрий Хворостовский в Тобольске на Софийском подворье. Дмитрий Хворостовский в Тобольском 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 подворье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только раз холодный серветер Мне так хочется любить Стать участниками действа, а ведь зрители, они тоже участники Пожелали почти 3000 человек из Тюмени, Тобольска и северных городов Тюменской области С любовью к России так называется выступление всемирно известного баритона Программа самая демократичная Русские романсы, неаполитанские песни и песни советских композиторов Типая мелодия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что тебя заставило забыть мелодию любви? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И еще один сюрприз для вас. Дмитрий Александрович проникся атмосферой Тобольского Кремля и дал эксклюзивное интервью нашей телерадиокомпании. На пленэре я в последнее время очень часто пою. В таких вот местах, конечно, это уникальное, что ли, обстоятельство, которое позволяет иногда особо чувствовать. Как вам Тобольская публика и прием? Ну, очень хорошо, по-моему. Как вам? Мне замечательно. Я вас уже поблагодарила. Спасибо от всех, кто слушал. Вы очень часто гастролируете. Говорят, что ваша жизнь на 4 года вперед расписана. А что? В смысле гастроли и концертов. Да, а что? Ну, возникает ли у вас ощущение несвободы от этого? Ну, почему? Наоборот, я свободен, как птица. Хожу и летаю, разъезжаю по всему миру и занимаюсь, чем я люблю. Скажите, Дмитрий, вы еще приедете в Сибирь? С удовольствием, конечно. В общем, у меня еще в сентябре большие гастроли, и потом, в принципе, предполагаются еще концерты в Кузбасской области. Благодарные зрители надолго сохранят в своих сердцах сегодняшние выступления. А мы приехали из Сургута. 7 часов, 7,5 даже часов сегодня в дороге сюда. И, в общем, мы просто попали в сказку. И не пожалели ни утомительной дороги, ни утомительной дороги завтра. Просто замечательно. Все вместе было просто волшебно. Личезарность этого певца просто поражает. И вкупе вместе с тем ощущением старой древней земли, города Тобольска, вот этого кремля, свежего воздуха, этой красоты, да, просто оставляет неиздадимые впечатления, след своей души. Особенно памятным концерт будет для победительницы нашего телеконкурса, выигравшей благодаря своей эрудиции билеты на этот праздник музыки. Я очень рада, что мне удалось попасть на этот концерт на Хворостовского. Я очень благодарна регион Тюмень, что мне удалось сюда попасть, что я выиграла билеты. У нас такие планы, что каждое лето, именно в это время, здесь будут проходить подобные события, подобного рода события. Прошлый год был Борис Гудунов, в этом году Дмитрий Хворостовский. В следующем году мы ведем переговоры уже с рядом других известных исполнителей, поэтому мы посмотрим, да. А Тюмень не будет опыт перенимать? У Тюмени есть и так много достоинств. Я думаю, что вот то самое действие именно в Тобольском Кремле, оно имеет значимость не только для Тобольска, а для Тюмени, для всей Тюменской области. Фестиваль становится традиционным? Ну, надеюсь, что это будет так, что мы не остановимся на этом, и, видимо, будет ежегодный фестиваль. Как удалось заполучить Хворостовского? Ну, это непросто. Я уже говорил много раз, артист очень востребованный, планы у него расписаны далеко вперед, может быть, на три, а может быть, и больше лет. Поэтому, конечно, сложновато, но, тем не менее, вот удалось. Что в планах на будущий год? Это останется пока в секрете. Остается только гадать с нетерпением и восторгом, ожидая лета 2008. Лето в Тобольском Кремле. Вы смотрели программу «События». В следующий раз о людях, явлениях и событиях культуры Тюменской области вы узнаете в субботу, 21 июня. Спасибо за внимание и до встречи на телеканале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин